шалом дорогие друзья с вами алексей бецалель студии оазис медиа общины шавей цион город хайфа и мы с вами продолжаем серию наших передач которую мы назвали библейский вред и сегодня мы посмотрим на молитву апостола павла которая написана в послании к ефесянам и на основании иврита на основании еврейской традиции мы попытаемся разобраться о чем же говорит эта молитва послание к ефесянам апостола павла 1 глава я прочитаю несколько стихов 15 16 и 17 стих поэтому и я услышав о вашей вере в иисуса христа еще миссии я любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас бога воспоминая вас в молитвах моих что бог господа нашего и еще миссии иисуса христа отец славы дал вам дух премудрости и откровения к познанию его такая вот молитва павла которая присутствует на записано в послании к ефесянам и я сейчас открою молитвенник еврейский молитвенник нашей традиции еврейской традиции есть молитва которая называется амида она состоит из 18 благословений амида это слово которое обозначает стоя молитва которая произносится стоя в ней на 18 благословений и 4 благословение она звучит по-русски я сразу переведу на звучит так ты всевышний дарусь человеку знания и учишь смертного пониманию дороже нам от себя мудрость знания и разумения благословенный господь дарующий знания мы видим четкую параллель между нашей еврейской традиции этой молитве больше двух тысяч лет я могу вполне с уверенностью заявить что и апостолы и наш господь еще он это молитва молился и также апостол павел как он пишет здесь не пристанно то есть эта молитва на читается три раза в день утром шахарид в обед минха и вечером аравид о том чтобы бог всевышний дал нам вот этот дух мудрости ведения и знания и для того чтобы понять важность этой молитвы я хочу разобрать эти три слова может быть даже вы слышали сталкивались с еврейским таким движением хаббат и для того чтобы вы понимали что такое хаббат это есть аббревиатура вот этих трех слов мудрость ведения и знания хохма бина дат то есть ничего здесь нового как бы не произошло это существовало существует и будет существовать и это важно итак первое слово которое мы с вами видим здесь это слово хохма что такое хохма хохма состоит из двух слов которые соединились в одно это коах сила и ма вопрос что коах сила потенциал вопроса можем сказать то есть хохма это тогда когда у человека есть пытливый любознательный ум он всегда задается вопросами коахма то есть еще раз повторю коах это сила ама это вопрос потенциал приводящий вопросу мудрость это есть исследование вопроса пытливый ум недовольствующийся достигнутыми знаний всегда стремящийся расширить горизонты своего мировоззрения то есть это вот такая формулировка и с этой позиции мы сейчас посмотрим на те слова на те притчи которые еще говорил к своим ученикам одно из вещей которые еще говорится учекам поставил перед ними ребенка говорит если вы не умолитесь как дитя не сможете войти в царство божие и очень часто я слышал как говорили что это подобно тому как ребенок доверяет своим родителям он не задается вопросами он доверчив точно так же мы должны доверять господу доверять слову божию все что он говорит не заботиться ни о чем господь все усмотрит но если мы посмотрим на природу чем отличается ребенок от взрослого человека это именно тем что у него есть пытливый ум он всегда задает вопросы наверняка если у вас есть маленькие дети дома вы даже иногда устаете от того что ребенок постоянно ходит за вами спрашивает папа мама почему это как что это а как а зачем и иногда мы уже настолько нетерпеливо что вам хочется хочется сказать им заткнись уже хватит но это именно та отличительная черта что отличает ребенка от взрослого человека взрослый человек к сожалению ему кажется что он уже знает все нам уже ничего нового нету мы уже все знаем и не надо меня учить это часто можно слышать когда ты пытаешься человеку что-то сказать он ведь не надо меня учить я уже взрослые о всем все знаю и для меня мой пример моего папы которую я очень сильно люблю он был воспитанник детского дома закончил всего пять классов это время тяжелой войны и все что он хотел всегда что-то новое узнать он всегда говорил век живи век учись ему было 35 лет он учился ему было 40 лет он учился у было 50 70 лет он учился и вот сейчас ему уже за 80 и он говорит я уже все узнал я уже ничего не хочу мне уже и жить надоело я устал от жизни к сожалению пока ему хотелось что-то знать он жил но теперь не немножечко грустно смотреть что моему папе уже не хочется жить конечно кто-то скажет 80 лет что можно еще познавать но познание всегда есть это познание бога начало мудрости страх господин решит хохма начало всего это мудрость если говорить а правильно как написано слове божьем решит хохма начало мудрость в чем мудрость в страхе господнем и рад адунай познавание господа и с этой позиции теперь посмотрим на другую притчу которую говорит еще о своем ученикам что было 10 дев которые были званы на пир на свадьбу и они ждут жениха из этих десяти дев пятеро было разумных опять его пятеро были глупых разумные взяли масло свои кувшины они разумные взяли просто светильники и сколько было там масло эти светильник они решили что этого хватит и когда же не задержался они все задремали все абсолютно и мудрые и не мудрые без разничения когда он задержался пришел мудрые поправили светильники потому что было у них запасное масло они разумные остались с потухшими светильниками и тогда они пришли к разумным и сказали дайте нам от вашего масла те сказали чтобы не было недостатка пойдите купите себе сами у продающих и если мы посмотрим с этой позиции мудрость что такое мудрость страх господин это всегда пытливый разум пытливость потенциал задавания вопроса как мы можем приобрести мудрость где мы можем купить какую цену какую валюту мы можем заплатить за то чтобы приобрести мудрость за доллары за рублей может быть за bitcoin или еще за какая-то валюта давайте подумаем с вами за что мы можем приобрести мудрость американцы любят повторять time is money время это деньги для того чтобы приобрести мудрость нам на самом деле нужно уделять время регулярно для того чтобы изучать слово божья задавать вопросы что еще я не познал в писании и поэтому это то о чем мы с вами начали говорить в прошлый раз есть ветхий и новый завет и ветхость это на самом деле не часть этой книги библии которую мы называем ветхий свет а ветхость это состояние нашего сердца я могу сказать на примере своего папы что он пришел ветхость потому что ему уже ничего не интересно ему уже надоело жить он не просто стар годами он ветхий он уже все узнал ему больше ничего не интересует и мы можем сами еще раз повторяется прийти именно в это состояние ветхости что же отличает ветх новый завет от ветхого это пытливый ум и поэтому павел дело здесь ударение молюсь непрестанно чтобы вы познавали господа чтобы у вас было этот потенциал этот потенциал ма что мы видим это происходит также из событий которые были в пустыне народ израильский находится в пустыне не приходит мосея и говорят нам нечего есть и господь говорит завтра я одожди у вас хлебом наступая завтрашний день они выходят из своих шатров и они видят что вся земля покрыта мелкой росой такой крупой и они спрашивают вопрос что это манзы от этого происходит название манна они потом отвечают когда они вкусили познали что это такое они назвали там манзы то есть они сказали это манн то есть получается что тот вопрос ма и стал названием этой манны и еще а говорит о себе я хлеб сошедший с небес отцы ваши ели манну манзы в пустыне и все умерли но тот хлеб который я даю вам приведет вас жизнь вечную вы будете его есть и не будете больше иметь нужды в пищи вовек можно так другими словами сказать то есть получается что и еще а или миссия или господь сошедший с небес у нас постоянно должно быть вопрос манзы что это зачем почему и мы еще раз возвращаемся к притче 1 глава 6 стих говорит начало мудрости страх господь что такое страх на иврите то звучит так и рад адунай корень здесь ир а страх это не животный страх боязнь чего-то а трепет перед осознанием величия творца корень это слово ира и рейш и олив этот корень происходит или тот же самый корень однокоренное слово со словом видеть и мы говорим в русском языке лучше один раз увидеть чем сто раз услышать что это значит это значит что когда мы рассматриваем определенный предмет когда мы вникаем сущность этого предмета мы получаем знания об этом поэтому начало мудрости решит начало хохма кохма вопроса потенциала а это вникнуть в глядеться с трепетом на господа и получить от него это знание это первое слово которое мы с вами разобрали из этой молитвы второе слово которое у нас здесь мы читаем это откровение или знания бина бина это осознание основе освоение изучаемого материала понимание которое приводит к выводам это разумение это стадия процесса сознания исследуемого объекта от вопроса что это к пониманию от переходность от мудрости хохма кабина к пониманию то есть мы исследуем этот вопрос мы глубоко пытаемся понять составляющие этого вопроса который мы следом и тогда у нас начинает появляться вот это состояние бина с корнем слова бина связано слово боне строительство которое также происходит от корня бен бед и ну а из которого происходит слово сын и строительным материалом в древние времена всегда считался камень эвен эвен или камень краеугольный эвен состоит из двух слов of отец и бен то есть получается для того чтобы созидать что-то нам нужно откровение и об отце и о сыне эвен крайне краеугольный камень основание вселенной основании всего бен или сын это всегда говорится о продолжении чего-то о строительстве о созидании продолжение рода и поэтому когда мы говорим бина это значит что мы что-то вникаем во что-то и это начинает в нас созидать какое-то строение это откровение которое приходит от самого отца следующее слово которое мы разбираем с вами это познание его или до от до от это стадия познания наступает после стадии хохма мудрости бина и после того как первоначальные обобщающие моменты которые мы исследовали они уже нам реализованы они уже раскрыты все детали нам понятны и теперь у нас приходит соединение с этим знанием она всегда у нас в писании проходит параллель между познанием дерево познания добра и зла между познанием адамом и евы то есть это когда привод к чему-то очень можно сказать интимному очень личному когда тот объект который ты исследуешь тот вопрос который ты следуешь он становится частью тебя вот это состояние познания это уже когда ты не говоришь о чем-то что ты слышал что ты может быть где-то размышлял или ты как-то с какими-то слухами наполнился но это то что ты уже исследовал настолько что это знание стало частью тебя самого ты уже знаешь это не потому что тебе кто-то сказал как мы видим на примере и еще и самаритянка которая пришла и разговаривала с ним и потом а после разговора с еще она пришла рассказала жителям своего города и они также пришли разговаривали с еще и после этого не горит не уже не то что ты нам говоришь но мы сами познали потому что сами увидели сами услышали это о чем ты говори женщина нам обе еще уже является частью нашего познания мы сами узнали от него лично что он есть машина он есть тот обещанный поэтому возвращаясь к нашей молитве возвращаясь к этому месту писания мы видим что для павла это очень важно эта молитва я молюсь о вас непрестанно и поэтому я сейчас хочу чтобы мы с вами дорогие друзья помолились этой молитвой отец во имя еще я молюсь о моих зрителях я молюсь о себе и о каждом из нас чтобы ты дал нам дух мудрости откровения и познание тебя что мы получали эту глубокую интимную связь с тобой через каждый стих через каждую истину которую ты открываешь нам твоим духом святым и да прославится твоими во всем тебе же слава во имя и еще аминь шалом вам из израиля из города хайфы благословляю вас аминь миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w точка азис дефис медиа точка тв